Всем здрасте! Сегодня у меня видео абсолютно про макияж. Хочу рассказать вам про свою последнюю любовь. У меня абсолютный возврат в 60-е. Ничего не могу с собой поделать. Хочется стрелок, хочется чего-нибудь дивного. Я за последнюю неделю, кажется, пересмотрела все фильмы в Бисконте, перечитала биографию Роми Шнайдер, а вчера, наверное, больше часа залипала перед сном в телефон, разглядывая фотографии Софи Лорен. Это, конечно, просто какая-то невероятная красота. В последнее время основную часть моего макияжа составляют стрелки. Не просто стрелки, а прям стрелища. И вот сегодня их и разберем. Хочу порадовать всех обладательниц тяжелого верхнего века или так называемого нависающего. Вот это урок, наверное, прям для вас, потому что это единственная стрелка, которая будет вот прям смотреться очень круто. Потому что при тяжелом верхнем веке маленькую скромную стрелочку, ее будет попросту не видно, эта века будет ее закрывать. Если мы говорим о какой-то средней стрелочке, вечерней, графичной, такой даже немножко кошачьей, к сожалению, она, скорее всего, погнется. То есть вот этот хвостик не будет красиво вылетать в зону виска, а будет таким каким-то червячком. Если мы говорим о вот таких жирнючих стрелках на пол глаза, то здесь никаких проблем. Можем вытягивать стрелку, пока не вытянется. Перед тем, как прям приступить уже к кошачьим глазам, давайте немножко сделаем коррекцию глаз. Сделаем такой базовый макияж. Я беру праймер, праймер для теней. Совсем немножко наношу его на подвижное веко и немножко растушевываю к бровям. Мягкой кистью, вот такой вот обычной, типа для растушевки, набираю немножко теней. Тени для бровей, по моему личному мнению, самые лучшие в коррекции глаз. Затемняем внешний уголок глаз. Я думаю, что это вы уже прекрасно умеете делать. Немножко вытягиваем к вискам растушевочку и нижнее. Вот такое вот незатейливое затемнение. Теперь возьму светлый пигментик и нанесу влажной кистью на внутренний уголок глаз и подвижное веко, до центра где-то. Подбровь. Главное, меньше графики. Все должно быть очень мягко. Теперь жидкой подводкой проводим линию не очень широкую пока. Главное, хорошо корни ресниц прокрасить. Можно даже между. Внутренний уголок предельно аккуратно выводим. И делаем линию все шире и шире. И так прокрашиваем прям ровной линией до конца, до последней реснички. И вытягиваем. Вытягиваем эту линию. Это будет нижняя граница стрелки. И введем обратно. Здесь линию держим практически горизонтальную. Вот видите? И вот здесь просто спускаем ее в стрелку. И смягчаем переход. И проступаем ко второму глазику. Все то же самое. Так, пока останавливаемся. Накрасим ресницы и даже подклеим. Такие стрелки будут еще лучше смотреться с накладными ресницами. Наношу свои дежурные ресницы. Пока сохнут ресницы, предлагаю припудрить лицо. И сделать коррекцию лица. Нанесем немножко румян. Растушуем. Немного добавим губ. Придадим более округлую форму. И хорошенько пальчиками растушуем. Главное не растереть, а просто ослабить. Чтобы получился эффект своих более объемных губ. Итак, реснички высохли, давайте еще дополнительно пройдемся по контуру, по верхней границе стрелки и сделаем ее еще более широкой. Прямо давайте так равняться, чтобы половину подвижного века занимала ваша стрелка. Половину. И второй глаз. Вот, теперь немножко сделаем подлиннее брови. Удлиняя глаз с помощью стрелки, нам необходимо бровь тоже немножко удлинить. С такими стрелками хорошо бледные губы. С эффектом не накрашенных губ. И широкие брови, как бы повторяющие наши стрелки. И прозрачным гелем зафиксировать, немножко посильнее причесать по основанию брови и добавить им такой немножко небрежности, начесать их. Немножко подчеркнем нижнее веко. Не соединяйте вот здесь во внешнем уголочке. Просто дайте глазу более четкий рисунок. Капельки закапайте обязательно. Еще раз тенями пройдемся по складке верхнего века. Напоминаю, что тени у меня абсолютно те же самые, что и для бровей. Причем даже тот же оттенок. И немножко добавим золотинки. Чтобы у нас не было такого слишком контрастного перехода от темной складки верхнего века к высадленному внутреннему уголку. Можно прям капельку бежевой помады. В этом плане остатки от Милибачи Нубу очень удобно использовать в качестве, скажем так, пигмента для губ. Стрелки, конечно, обязывают иметь еще и при себе прическу некую. Поэтому сразу хочется собрать какую-нибудь бабету а-ля Бриджит Бордо. Подводку для таких стрелок выбирайте максимально, прям максимально, при максимально стойкую, даже водостойкую. Либо гелевую, либо на какой-то восковой основе. Вот эта конкретно у меня была в тюбике. Я ее, если честно, сейчас тоже на глазах пробовала впервые. Вчера протестировала на руке. Вроде как эффект мне понравился. Здесь самое важное, чтобы эффект был не виниловый. Чтобы он получился у вас матовый. Потому что стрелки должны быть такие очень густые. Немного даже велюровые. И не стесняйтесь вы в стрелках. Посмотрите фотографию Бриджит Бордо или Софи Лорен. Посмотрите, какие они прекрасные с этими стрелками. Эти кошачьи глаза, на которые ну просто невозможно налюбоваться. И на самом деле, если приноровиться, делается, ну, 5 минут. Ну, вот сколько мы потратили, я, считайте, еще немножко сократила. 15 минут и очень крутой вечерний макияж готов. Тем более, что яркая черная на глазах, эта тема довольно актуальна в новом сезоне. Я вам настоятельно рекомендую еще накрутить волну или просто локоны. Будете прям совсем диво-дивный. Затягивайте талию и надевайте свое самое сексуальное платье и вперед. Ладно, спасибо большое за внимание на мой быстрый макияжный урок. Рисуйте себе кошачьи глазки. Опять же, напоминаю, обладателям тяжелого верхнего века. Это прям вообще для вас урок, потому что вот такая стрелка с вашим тяжелым веком абсолютно легко справится. Вот, всех целую, всем пока. Я побежала. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok